ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас твои мозги по стене размажу. И когда придет другая сволочь, хорошенько подумает, прежде чем чужие жизни ломать. Ты лучше о своей семье подумай. Чего с ней-то будет? Теперь у меня нет семьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лови. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, ну почему так долго, а? Завтрак на столе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родная моя, некогда. Потом. Так вам всегда некогда. Отпусти его, пожалуйста. Посмотри, какой тощий. Еще не завтракает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где тощий? Вон, успеет он пузо отрастить. Машка звонила? Нет, телефон отключен. Пожалуйста, быстрее. Я потом разогревать не буду. Скоро будет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти все растут и растут. Прокопухоль, а? Бать, я слышал, Расцветную тоже под стройку отдали. Черепанов рассказывал, ее город отобрал. Ты меньше слушай всяких болтунов. Особенно Черепанова. Ха! Что с птичником? Да грудень этот достал уже. Сам не работает, других мутит. Вчера пришли в десять, в пять уже свалили. Не хочет тебя, Степан, слушать, да? Да козел этот Степан Иванович. Они, походу, еще шифер тырят. Может, погоним их, а? Ну, погоним. А птичник кто будет строить? Или нам рабочих из города везти? Кстати, а что с Зорькой? Скоро уже. Когда же от Зорькой разродиться-то? Слушай, если так всех выгонять, по любому поводу, нам работать будет не с кем. Ну, учись с ними разговаривать. Но стой на своем. В конце концов, они у нас за деньги работают. Боссом со своим сыночком идет. Мужки, я так понимаю, каникулы начались. Да не, шифер ждем. Кончился. А где еще десять листов? Побили. Ну, тяжелый паник. А, побили, да? А что-то осколков не видать. То есть, вчера шифер был, а сегодня шифера нет. Врет он, сперли они. Слышь, ты за базаром-то следи. Антон Дмитриевич, мальца-то своего уймите. А то, как бы, и ответить можно. А я отвечу, ты не сомневайся. Хватит лаяться. Ну, побили, так побили, всякое бывает. Лавина стоимости за вас в счет. Я завтра еще шифер привезу. Разобьете, вычту всю сумму. О, да, конечно, а что там? Мы ж тут горы золотые загребаем. Ты ответь, хозяин, вот почему. Хозяйство твое растет, а ЗП наше нет. Бригадир, а ты работать начинай, и твое ЗП начнет расти. Дмитриевич, а что за обмеры на поле? Ты заказывал? Какие обмеры? Ну, я так и понял, что это не наше. Я подхожу, говорю, что тут шаритесь? Они ноль внимания, поле замерили и ушли. Ну, пойдем разберемся. Крыш, пол. Ты знаешь, какой Кирилл у нас деловой стал? Отцу так помогает, что домой не дождешься. Только по двору летает туда-сюда. Что? Институт? Да мне само жалко, что он про него думать забыл. Я тебе потом все расскажу. Подожди, Маш. Ой, что-то они обед там спорят. Я пойду узнаю. Все, мы тебя любим, целуем и ждем. Пока. Бать, ну, что ты, а? Вдруг они не просто так там пасутся? Откуда мы знаем, что это за мужики? Вот я и узнаю. Мам, скажи ему. Так, подожди. Ты куда собрался? По делам. По каким делам? Сейчас Маша приедет. Кто ее будет встречать? Чтобы оба раскудахтались. Я еще и вернусь. Все, пока. Ты с ума с этой фермой сошел? Ни днем, ни ночью на месте не сидишь. Что, Андрей Григорьевич, вы узнаете о чьей дом? Да я здесь после ремонта не был. Да вы что? Дмитрий, займись багажом. Пойдемте. Спасибо. Папа размахнулся. Это замок, а не дом. Но вы бы приезжали почаще, не удивлялись бы так. Да, я теперь буду почаще приезжать. Почему сразу замок? Скромное жилище уважаемого человека. Все меняется, Андрей Григорьевич. Мы в гору идем, дом растет. Андрей, давай без отчества. Давайте. Андрей, у нас с вашим батюшкой довольно обширные планы. Мы хотим город поднять, вдохнуть, так сказать, в его жизнь, молодость, привлечь деньги, людей опять же. И чтоб такие домики у всех были. Прям у всех. Сынок! Дождались! Привет! Повротись-ка сынку. Красавец, а? Да ладно тебе. Братца, красавец. Пойдем обедать. Перекуси с нами? О нет, у меня еще пару встреч. Рад был. Счастливо. Слева. Ну, пошли, пошли. Вот это домина. Какой тут домина? Ты че творишь, козел? Ты че вообще, что ли, че охренелся? Да ты че делаешь-то? Да ты че? Обмеры делали? Через какая разница? Ты кто вообще? Я Антон Керехов, хозяин фермы Просторная. Делали обмеры? Делали. И че? Почему приказу? Где предписание? Вот тебе предписание. Печать его. Вот. Да ты че? Да руку. Что, Женяк? Просторная мне? Пусти руку. Резче. Все, хердык твоей херой. Понял, да? Город ее собирает. Здесь все снижут, чертовой батареи. А тебя туда поганым метлой погонят. Понял? Пусти. Я тебя еще раз увижу, ноги вырву. Сейчас садишься в свою буханку и проваливай отсюда. Ай! Борзый, да? Мы еще поговорим. Мам, я тебя моляю, ну какие музеи? Это приезжие ходят по музеям, а у москвичей на это времени нет. Они даже не знают про музей. Ох, Машка, если бы я вырвалась, я бы... А я тебя как-нибудь вытащу в Москву. О, пап, привет! Привет. Пап? Ну ладно, мне ехать пора. Пока, пап. Давай, пока. Ну, какие люди! Куда тебе пора ехать? Привет. Ну, как ты? Как доехала? Хорошо. Дипломом похвастаешься, а? Да. У нас теперь личный ветеринар, а? Какой из меня ветеринар? Что случилось? На звонки не отвечаешь, сорвался куда-то. Сам как будто тебя по голове стукнули. Давай о делах потом. Догнал? Кого догнал? Что случилось? Так значит, это правда, что нашу землю отнимают? Какую землю? О чем вы? Семейство мое. Ну, приехали землемеры. Как приехали, так и уехали. Чего паниковать-то? Мне к Сереге в город посрочно нужно. А это не подождет? Ты ее столько времени не видел. Как? Я к ужину вернусь. А мне с тобой нет. Привет, Кир! Ты поешь? Потом. Да. Встреча прошла в дружеской и непринужденной атмосфере. Вот. Андрей, я чай пирожков испекла. Твои любимые. Папа, не могу больше. Дайте передохнуть. Покушай. Спасибо вам большое. Пойду чай заводим. Зуй, Зуй. Ты таких пирожков уже днем с огнем не встретишь? Папа, я объелся. Да, никак не угомониться, божья дуванчика. Я уж и работников ей гонял. Нет, все сама, сама. А сколько она у нас уже? Да, вот как мать ей стала. Тебе как раз? Да. Пять исполнилось. Помянем. Может, пойдемте? Давай я тебе. Ну что, господин юрист, готов к трудовой обороне? И готов, господин заместитель мэра. Добро. Тогда слушай. Мы тут с Щербаковым контору одну по строительству открываем. У контора земля есть. За городом много. От совхоза наследство осталось. Будем ее застраивать потихоньку. Это совхоз, в котором ты председателем был? Да, от большевика. А теперь там будет коттеджный поселок отдых. Хочу, чтобы ты там начальствовал. Предложение, конечно, хорошее. Но, понимаешь, пап, я на адвоката учился. Я хочу уголовными делами заниматься. Ну, одно другому не мешает. Посидишь, вникнешь в дела. Голова есть, все остальное предложится. Соглашайся. Представляешь, вместе будем работать. Отец и сын. А? Папа. Ты только не обижайся. Но не мое это. Нет. Ну, обижаются только девочки. Ну, ты подожди, не спеши. Подумай. Хорошее дело тебе предлагаю. Нет, не мое. Ну, подумай, подумай. Степана! Чай-то будем пить, нет? Ну, нравится? Нравится. Нравится. Большое, большое. Вот это нежданчик. Пей. Пей. Сам пей, я не хочу. Пей. Ты что приперся-то, а? Молоко как молоко. Раз молоко как молоко, почему цены не как цены? Ты зачем меня с закупочную снизил? Ах, вот ты о чем. А просто спросить не мог, Антон? Антох, ты думаешь, я здесь что, на золотом унитазе сижу, да? Расходы растут, вот я и выкручиваюсь. Кредит, понимаешь ли? У меня одной ипотеки знаешь, сколько в месяц тянет? Нет, не знаю, знать не хочу. Хату надо было попроще брать. Вот извините, тебя забыл я спросить, какую мне хату брать. Ладно, проехали. Проехали. Цену поднимешь? Да бог с тобой, подниму. Слушай, у меня тут такое дело. Землемеры приезжали, пашни мерили. Говорят, город у меня все это забрать хочет. Ты ничего об этом не слышал? Понятно. Эти уроды и до тебя добрались, значит. Это жиловая конторка, это они коттеджи строят. Они хотят всю землю после большевика под себя загрести. Антох, осторожней с ними. Он как трамвай, не поворачивает. А по мне хоть асфальт-укладчик. У меня все документы на руках, все по закону. Ты не в курсе, кто у них там этим занимается? Бидон вернешь. Куркуль? Че, как ты тут живешь? Учиться не надумал? Ты видишь, дел сколько. Так рук не хватает. Хватит нам твоего образования. Ты Зорьку посмотри, ветеринар. Ей телится скоро. Знаешь, как мне твои Зорьки с пчелками еще по академии надоели? Чего туда учиться пошла, если не нравится? Ну, у нас же папа решает, кому кем быть. Ничего он не решает. Ты же сама хотела. Я свалить отсюда хотела. Хоть и в академию. Ты же был поближе как-то к нормальной жизни. А че там с землей происходит? Ее правда кто-то отбирает? Правда. А кто? Говорят, городские там дачи хотят строить. Кир, может, ну эту и эту ферму? Поехали со мной в Москву. Там круто, тебе понравится. Че мне там понравится? Че там не видел? Ничего ты там не видел. Зорьку посмотри. Я в отпуске. Здравствуйте. Мне к Жилову посрочно. Я Терехов фермер. Вы записывались? Прием только по записи. Нет, ну здесь же нет никого. Поэтому и нет, что прием по записи. Вы по какому вопросу? По земельным. Тогда вам не сюда. Вам к Чербаковой, 123 кабинет. К нему тоже по записи? Как повезет. Везет. Николай, ты на меня не обижайся. Ну, я оттуда больше ни ногой. Или давай мне полицию. Что такое? Да он чокнутый. Я к нему по-человечески. А он на меня чуть ли не с ружьем. Руку мне, знаешь, как заломал? Ну, положил бы он нас там всех в поле в этом. И что, еще виноватого? Ну, и что? И что бы вышло? Михалыч, я прошу вас, не преувеличивайте. Не преувеличивайте? Войдите. Преувеличивайте. Кто? Угу. Что, сдаваться пришел? А? Так. Николаевич, ты знаешь, он мне обещал ноги вырвать. Мне. Человеку на службе. Я тебе их вырву в неслужебное время. Рискни, зайди ко мне на ферму. Давай. Здравствуйте. Я так понимаю, вы Антон Терехов с Просторной, да? Правильно понимаете. Михалыч, идите отдыхайте. Мы с вами все решим потом. Угу. Понял. Может охрану позвать? Михалыч, отдыхайте. Присаживайтесь, Антон. Дмитриевич. Дмитриевич, конечно. Присаживайтесь. Что ж, Антон Дмитриевич, вы госслужащих обижаете? А вы сначала госслужащих своих научите нормально с людьми разговаривать. И чужую собственность уважать. Учтем. Исправим. А вот про собственность этого Просторную? Тут хочу вас огорчить. Она не такая чужая для государства. У меня имеются все документы на землю. Я законный владелец. Да, я слышал об этих документах. Но, к сожалению, они не имеют юридической силы. Семь лет имели, а теперь нет. Интересно получается. Очень интересно. Давайте разбираться. Смотрите. Просторная. Вот постановление. Ваша земля перешла к городу. И уходит под жилую застройку. А это кадастровая запись. Посмотрите на дату. Бумажечки восемь лет. Так что вы не имели права вступать в собственность, не принадлежащей вам земли. Можете рвать, если хотите. Это копия. Уважаемый Антон Дмитриевич, вы и ваш отец владели не землей, а правом ей пользоваться. Теперь это право. Государство обратно забирает себе и передает другому лицу. Ну, или в другую организацию. Но у меня для вас хорошая новость. Вы имеете право на денежную компенсацию. 30% от кадастровой стоимости земли. Чего вы улыбаетесь? 30%? Это солидная сумма. Я на вашем месте даже не сомневался. Оружие не треснет, господа хорошие. Я прекрасно понимаю ваше негодование. Ну что ж, мы уладим это дело в суде. Только ни вам, ни нам это неинтересно. Трата времени, денег, нервов, опять же. Хорошего дня. Слушай, это кто подъехал? Как его зовут? Григорий Степанович. Спасибо. Григорий Степанович, я к вам не по записи, у меня срочно. А что за срочность? Да у нас тут какая-то путаница с бумагами. А, отчуждение, да, помню. Нет, никакой путаницы нет, все с бумагами в порядке. Постой, а ты сын того самого Терехова? Вы помните моего отца? Забудешь такого, столько крови у меня попортил. Я принимаю по пятницам и вторникам, по записи. Подождите, у меня нет времени. Вы с ума сошли? Ну иди ты! Документы проверь! Бумаги проверьте! Бумаги проверьте! Балаган! А ты ехать не хотел? Скучно, провинция! Так ведь скучно и провинция. Через неделю надоест. И я тоже надоем. Фиг тебе. А ты папе сказала о нас? Нет. Почему? У него там проблемы с фермой. И мы сейчас не до этого. Давай немного подождем. Подождем до старости? Я хочу с ним познакомиться. Ну, а ты своим сказал? Нет. Но я сегодня обязательно скажу. Обещаешь? Обещаю. Вот что, Илья. Мне тут забот своих хватает. Сделай так, чтобы я этого ковбоя больше не видел и не слышал о нем. Хорошо. Проходим. Присаживайтесь. Меня зовут Храмов Константин Игоревич. Я начальник отдела полиции. Терехов Антон. Извините, не могу поздороваться. В наручниках неудобно. Объясните, зачем вы напали на заместителя мэра? Вы на меня еще теракт повесьте. Я охранника толкнул, а зама я не трогал. А Жилов для чего вам понадобился? Да у меня ерунда какая-то с фермой происходит. Я просто хотел разобраться. С фермой? Это не та ли ферма, что рядом с отдыхом находится? Да, это именно она. Ну, тогда тухлое твое дело, Антон Терехов. Отгрызут тебя ферма-то. Там ребята серьезные. Посмотрим, кто кого. Задержанного в коридор. Встать! Вперед! Костя, ты что, меня сбрасываешь? Ладно, слушай, тебя там одного бойного привезли? Мне их каждый день привозят. Терехов фамилия, с просторной он. В общем, так, ты разберись по всей строгости закона. Нападение на сотрудника, на представителя власти, хулиганство, в общем, сам знаешь, пополни. А может, у него еще пару трупов повесить? Тогда у нас повысится статистика раскрываемости. Слушай, не умничай там, а? Надо будет, повесишь. Сколько ему сейчас светит? Суток 15? Статья предусматривает. Но и оснований не вижу. А ты, мой друг, увидь. Мы чего тебя туда, просто так поставили? Будь добрый, защищай закон и граждан. Ты меня понял? Чего ты молчишь? Понял. Ну, вот и славно. Кретин. Введите задержанного. Проходим. Наручники сними. Оплатишь штраф за нарушение общественного порядка. Личные вещи получишь на выходе. В следующий раз так легко не отделаешься. О, батя приехал. Готово. Будьте знакомиться сейчас. Спокойная. Привет, папа. Вы еще по стойке смирно встаньте. А чего так долго? Я обзвонилась. Папа, это Андрей. Познакомься. Андрей, мой папа, Антон Дмитриевич. Очень приятно. Алдочка, могла бы и предупредить. Любишь ты сюрпризы. Привет. Все, садитесь, садитесь. Есть будешь? Да, конечно. Я думаю, по рюмочке вывезем. Не против? Не против. А, отлично. За знакомство. Рассказывайте. Ну, собственно, все просто. Мы с Андреем вместе уже почти два года. И я решила, ну, то есть, мы вместе решили, что нам пора уже всем познакомиться. Мать, что происходит? Смотри на им. Ну, перестань ты их смущать. А что ты по трубку не брал? Телефон разрядился, прости. А ты, можно к тебе на «ты» обращаться? На «вы» лучше не надо. А ты, значит, тоже ветеринар. Как и Машка, да? Нет. Я юрист. В этом году получил диплом. А с Машей мы познакомились, когда вместе с каникул ехали в Москву. В поезде. То есть, ты местный? Да. Это замечательно. А можешь ли ты меня, как юрист, проконсультировать? Конечно. Скажи, может быть такое, что у собственника отнимают землю при условии, что все документы оформлены по закону? Ну, батя, так это правда, что он всю землю отнимает? Сложный вопрос. Смотря как и когда оформлялись документы. В 93-м году эту землю оформил мой отец. Совхоз стал сгибаться. Он здесь 15 лет бился, хозяйство выстраивал. Потом помер. Через два года мать умерла. Короче, никого здесь не осталось. Я тогда работал в институте. Тогда там совсем все глухо было. Ни денег, ни толку. Вот я и решил сюда приехать, так сказать, поближе к корням. Да так прикипел к этой земле. А теперь они мне говорят, Терехов, а эта земля не твоя. Город у тебя ее забирает. И что мне делать, а, юрист? Пап, я уже все Андрею рассказала. 90-е сложные времена. Да, но сейчас можно оспорить любой вопрос. Давайте об этом завтра. Да? Дела подождут. Хорошо. Подожди, оспорить можно? Можно. Отлично. Давайте выпьем. Вот, возьмите, это моя визитка. Можете звонить в любое время. Зазнакомьтесь. Скажи, а Жилов Григорий Степанович, тебе кем приходится? Это мой отец. Он здесь заммэра. Вы, наверное, знаете. Андрюш, пойдем, выйдем поговорим. Куда? Покурить. Папа, он не курит. Я тоже. Вот, что я тебе скажу, паренек. Садись-ка ты в свою тачку и проваливай отсюда. И чтоб ноги твоей здесь больше не было. Понял? Ты думаешь, я не знаю, зачем ты сюда приехал? Доверие завоевываешь. А, ну и сколько вы меня теперь за землю подкиньте, а? Давай, удиви меня цифрами. Хорошо бы уроды устроились. Папик твой ворует. А ты законом вертишь, да? Я не понимаю, о чем вы. А что у вас тут происходит? Что за разговор? Ничего, все в порядке. Просто Андрею Григорьевичу пора уезжать. Андрей? Да, мне и правда пора. Я позвоню тебе. Не советую. Ты знаешь, чей это сынок, а? Чей? Андрюша, твой сынок, это был барыги, который над землю пытается отнять. Какого барыги, о чем ты? Андрей тут при чем? Он такая же сволочь, как они все. Ты его совсем не знаешь. Зато я хорошо его папашу знаю. И он меня сегодня чуть в тюрьму не посадил. Как в тюрьму? Скоро уже. Как Зорька? Скоро уже. Только беспокойная она стала. Надо в ветеринар вызвать. Зачем вызывать? У нас вон свой есть. Я ее спрашивал, она не хочет. Маша, надо Зорьку посмотреть. Дочка, я с тобой разговариваю. Маша, Зорьку посмотри, пожалуйста. Ты все о себе, да о себе? А когда ты о семье начнешь думать? Жить-то это о чем? Да о том. Ты с кем воевать собрался? Если тебя посадят, что с нами будет? Тебе эта ферма дороже семьи стала? Мы что, без нее как-нибудь не проживем? А я не хочу как-нибудь. Это моя ферма. И я здесь хозяин. Хотят землю отнять? Ну, пусть попробуют. Посмотрим, кто кого. То есть ты здесь хозяин, а мы здесь твои слуги? Почему ты командуешь? Почему ты за нас решаешь, что нам делать, как нам жить, с кем встречаться? Дочка, не надо так. Не надо. А вчера надо было? Мне вообще плевать, какие у вас отношения с его отцом. Он тут ни при чем. Я все сказал. Могу идти? Ничего не меняется. Да бросьте вы эту ферму, зарастаете тут. Ладно, я вырвалась в Москву. А этот что, так и будет? Всю жизнь по ферме коров доить. А что ты за меня впрягаешься? Я тебя просил? Тебе не нравится? Давай, бьюсь во Москву. Встал и езжай в Москву. Маша! 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 Бать, я что думаю? Не надо с этими уродами бодаться. Нужно собирать деньги, ехать отдавать кому надо. Кому надо? Да им всем надо. Знаешь, Кирюха, я тебе так скажу, а ты запомни. Ни взяток, ни на коленях ползать. Я ни перед кем не стану. Запомни, сынок. О, привет. Извини, что без тебя позавтракал. Баба, она тебя знакомит. Да, она меня закормит. Да, рацион у нее олимпийский. Кстати, пока не забыл, я тут разговаривал с Катюшей. С какой Катюшей? Ну, с Эктивенстанной. Она судья, ты знаешь. Нашли для тебя место по возглавишь службу судебных приставов. Для начала. А там посмотрим. Здорово. Есть минута? Что-то важное? Давай, а то я бегу. Очень важное. У меня есть девушка. Маша. Здорово. Молодец. Ты не понял. Мы любим друг друга и хотим пожениться. Ну, а чего ты молчишь-то? Здорово. Вези знакомиться. Пап, она уже приехала. Тем более. Так, тогда вечером просто ужинаем. В Ладоге я закажу сейчас местечко. Там отличное местечко. Папа, ты не понял. Сейчас. Поужинаем вместе. Ладога, Ладога. Отец. Ладога, Ладога. Папа. Ладога. Пап, ну послушай. Ладога. Ну что, что еще? Пап, она дочь Терехова. Хозяина просторной. Это совпадение. Мы познакомились два года назад, когда на учебу вместе ехали в поезде. Вместе вернулись. Она беременна? Нет. А при чем здесь это? Пап, я знаю, у тебя проблемы с ее отцом. У меня нет проблем с ее отцом. У меня есть тупой колхозник, который считает, что я у него что-то украл. Есть закон, который я должен исполнять. Есть люди, о которых я должен заботиться. И не надо нам никаких Тереховых и Умашек. Совпадение. Поэтому, господин Жилов, идите-ка одевайтесь, завтракайте и отправляйтесь-ка в суд. Принимать новые должности. Вопросы есть? Нет. Хорошего дня. Вперед. Илья Николаевич, что у нас там по просторней? Медленно. Медленно, Илья Николаевич. Даю неделю еще. Все. Да хватит меня успокаивать. Захотели отобрать, отберут, а никто ничего не спросит. Все, накрылась контора. Пора свою долю забирать, а то и последнего лишимся. Ничего не накрылось. Мы судиться будем. Ну и судитесь, а мне-то плевать. Ты мое, отдай и разбежимся. А там суды, пересуды, все это ботва. Чего, Антон Дмитриевич, где наши паи? Чего молчишь-то? Деньги отдать? Жаба душа. Молчу было, может, и слушать тебя смешно и стыдно. А че стыдно-то? Мне уже за свои бабки просить не стыдно. Деньги не всегда нужны. Да, я согласен, деньги нужны. Но получите вы их, разбежитесь праздновать. Ферма загнется, это мои проблемы, ладно? Ну а вы-то как дальше жить будете? Бухать, шабашить тебе подадут, да? Вань, ты помнишь, как твоя семья голодала, пока ты ко мне на ферму не пришел, а? Ты вздыхаешь, а рыжаешь. Толь, это не ты ли в электричках расческами так давал? Я. Ну а ты что, подросток, карманы чистил, да? Ну и к чему бы тебя это привело? Че ты глаза прячешь? Ну а ты что, герой? Кто тебя от тюряги спас, когда ты сельмак спалил? Кто тебе работу дал? Ну и че? Че старай-то вспоминать? Ты еще бабку мою вспомнишь. А надо будет, я вспомню. Все вспомню. Рановые мужички с корабля рванули. Короче так, хотите опять в яму свалиться, заборы подпирать, да валяйте. А если нет, давайте работать. Город, власть, да мне чихать на них. Я ни перед кем преклоняться не собираюсь. И деньги будут, мужики, я обещаю. Ну ладно. Вот и отлично. Пора. Ничего, Антон Дмитриевич, вот увидишь, они так же кланятся Жилову будут, если он им на рубль больше предложит. Ничего, придет время, поговорим еще. Отец меня вообще слушать не захотел. И меня тоже. У меня папа вчера такое устроил. Вот я как знала, что не надо было им ничего говорить. Ты все правильно сделала. Что нам скрывать друг друга? Я думала, что они обрадуются. А тут такое происходит, что лучше бы мы вообще не приезжали. Поженились бы без них. Да не говори глупости. Мы приехали домой, к своей семье. Это наши родные люди. Пусть они между собой разбираются. Я, кстати, сегодня первый день в суд иду. А у меня папа сегодня пошел подавать жалобу. В суд. Знаешь, на кого? Мы теперь с тобой враги. Я хочу, чтоб ты запомнила. Мы с тобой всегда будем по одну сторону. А с ними что делать? Не знаю. Пока не знаю. Маша, ты меня любишь? Люблю. Ты веришь, что я тебя люблю? Андрей, сейчас... Так вот, послушай меня. Мы останемся здесь и будем делать то, что захотим. Мы взрослые люди, а с ними разберемся. Все, пойдем. Где Терехов? Паровники. Антон Дмитриевич, не берут молоко. Вообще не берут. Кто не берет? Да, заведующий Анохинская. Просторный говорит, больше не принимаем. Вези обратно. Серега-то чего делает? Почему из города не позвонил? Извини, Дмитриевич, не сообразил сразу. Ключи давай. И вот сразу к тебе. Поехали. Что случилось? Молоко не берут. Молоко не берут. Я могу... достигнули жены. Молоко не берут. Хлоп, щас дружина. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прошу. Все, Антоха, приплыли, закрывайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай выпьем. Серега, ты че творишь? Налоговая, МСС, банк мой ипотечный. И все хотят меня в коленно-локтевой позиции. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да нет, я-то им не нужен. Я всего лишь случайный свидетель и орудие убийства. Им ты нужен. Тебя они хотят закрыть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно, забей. Я уже все решил. Магазин продам. С банком рассчитаюсь, а то, не дай бог, еще и хату заберут. Представляешь, они... Они вдруг захотели, чтобы я им ипотеку эту сразу выплатил. Представляешь, сразу. Все, все, сразу. Это-то незаконно. Вратись в суд. Так кому я про это незаконно буду рассказывать, а, Тоха? Бомжам на помойке? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И ты давай это... Не особо с ними... Упирайся. Бери, короче, эту... Откатную и... Не мешай ему. Давай помянем. Мой прекрасный бизнес. Да не пристроишь ты свое молоко. Неужели ты не понимаешь, ты не нужен никому? МОЛОКО. МОЛОКО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, Армен. Выручал. Молоко у тебя хорошее. Быстро разберутся. Че, сам решил разгружать? Да ладно. Фархад! Ребят позови. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Армен. По рублю за литр накинешь. Накину, накину. Ты, главное, с Джиловым помирись. Ты же знаешь, мне эти проблемы не нужны. Откат, а! Что он опять здесь делает? А это кто? Ерофеев СС. Здрасте. Армен Георгиевич, говорят, вы молоко от Просторной принимаете. Ну, принимаю. Так ведь оно непригодно для реализации-то. Вот, акт. Секунду, как непригодно? А кто его проверял? Он ж свежий, а сегодня доили. Так стало быть, это ваше молоко? Увозите. Армен, ты акт видел? Да видел. С Джиловым помирись. Что ж вы творите, люди? Мы работу свою делаем. А вот если вы молоко-то свое не увезете, то я акт на вас составлю. Да пошел ты. Что? 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Ну что нам скажет доктор? Корректор А.Кулакова Исключить из рациона комби-корма Так. И добавить сахар в питье, чтобы не было родового пореза. Вот это я понимаю, настоящий специалист. Два-три дня осталось, у нее вымя взбухло. Прости меня. Ну ты же знаешь, что да, я такой. Ты просто от меня отвыкла. Пап, зачем ты Андрея вызвал? У тебя же с его отцом проблемы, а не с ним. Слушай, это не проблема. Они просто нас уничтожают. Меня, тебя, Кирилла, мать твою. Пап, это же просто ферма. Мы без этой фермы еще проживем сто лет. Я люблю Андрея. Ну, пожалуйста, ну помирись ты с ним. Ты у меня хороший. Он же даже тебе помощь предлагал. В чем эта помощь, а? Какая помощь на улицу нас выставить? Ты что, правда не понимаешь? Я им не верю. Григорий Степанович. Что, Юля? К вам Екатерина Александровна, судья. Катя? В приемной? Да, она здесь. Зови. Извините. Добрый день, Григорий Степанович. Здравствуй. Что за срочность? Это иск от некого Терехова. Он требует отменить решение об учуждении его земли. Раньше такие иски не доходили до суда. Что прикажете мне с этим делать? Все, что положено суду. Принять, рассмотреть, вынести решение. Да, но в его документах есть завещание отца, в котором говорится о передаче прав на землю сыну. То есть ему Терехову. Ну и что? Вот бумажка. Может, она поддельная? А где кадастровый паспорт на владение землей? Нету. У меня есть. Между прочим, там стоит твоя подпись. Я помню. Григорий Степанович, если Терехов упрется и пойдет по инстанциям, есть риск, что вышестоящий в суд может поддержать его в итоге. Представьте, что Терехов выигрывает дело. И вы или отступаете, или платите ему большую компенсацию. Да, и все остальные захотят тоже больше. Вот именно. Ключи уступщики потребуют пересмотра сделок. Или даже вернут свою землю. Проблем у нас будет достаточно. Гриш, я советую тебе поговорить с ним по-хорошему. Да пробовали. Он же упертый, как баран. Пробовали, Катя. Пробовали. Что? Мне принять его иск рассмотрения? Ну, принимай. Что? Хочет судиться – это его право. А твое право и обязанность, Екатерина Александровна, защищать меня от него. Вот и защищай. Да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит так, мужики. Полы в птичники надо перестелить. Ясный перец, уже бежим. Уже он все переселит. Ты что, малой? Мы там столько корячились. Теперь что, все по новой начинать? Да, теперь все по новой начинать. Представь себе. Сами виноваты. Я вам план давал? Давал. А полы слишком тонкие – птица зимой померзнет. Слышь, мелкий, достал уже. Один к нам в карманы лазит. Этот приходит вякает. Иди погуляй вон к трактору. Сейчас ты пойдешь погуляешь к трактору. Я сказал переделать, значит, надо переделать. И водку… Положь! Метеоумил! Битва титанов! Кирилл домой. Нож. Какой такой? Э-э-э! Хорош, хорош, хорош! Вы чего? О, больно! Монатки собрал. И проваливай отсюда, понял? И чтобы я тебя больше не видел. Ну, Антон Дмитриевич, я тебе это припомню. Лечь так, Толя. Теперь бригадиром будешь ты. Принимай работу. Ну, что, Толик, радуйся, бригадиром стал. Ну, давайте, корячься, корячься наденем. Туваль. Молодец, не испугался. Я испугался. Ну, не убежал же. Ну, Кирилл, чтоб больше ничего подобного я не видел. Грудня убить надо, сволочь. Ты молодой, научись себя в руках держать. Знаешь, в морду дать всегда время будет. Они все такие же. Они все такие же, как он. Да нормальные они, мужики. Нормальные. Просто... Всю жизнь они так тыркаются. Там, под шаба, чтоб тут зашибут. Заработают копейку. Недовольные. Ну, нет у них ума, чтоб делом заняться. Да и зависть у них тоже по глупости. Ну, смотрят они на нас, что видят. Машину вам, что строимся. Деньги вроде есть. А значит, украл. А то, что мы как кони днем и ночью пашем, им это по боку. И для них кулаки. О! Новый бригадир! Давай садись, выпьем. Значит так, Антон Дмитриевич велели передать. Кто не вернется сегодня в бригаду, тот уволен. Ясно? Да пошел он твой, Антон Дмитриевич. Давай садись, выпьем. За ферму, не чокаясь. Помянем. Вечером зайдем. Не понял. Вы что, испугались что ли этого? Эй! Алло! Ну давай бегите, задницу ему лежите. Нехорошо, Степан. Терехов тебя, считай, от зоны отмазал. А вот и сидишь и катишь на него. Тварь-то неблагодарная. Чего? Ты чего пищишь-то? Я тебе говорю, ты тварь неблагодарная. Ты чего, перепутал что ли совсем? Уроды. Ой. Ты чего творишь, гадина? Чего тебе надо? Ты чего творишь? Грудень, поставь на место. Поставь на место. Ты сучонок! Положь на место! Степан! Чем устроим? Степан, отдумайся, Степан! Поставь, я сказал! Отдумайся, Степан! Поставь! Эй! Степан! Степан! Степан, ты чего? Степан! Степа! 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 Вставай, Степан! 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 Неси еще воды! Давай, давай, давай! Степан! Иди, иди, иди! Кирилл, где? Да, Антон! Кирюха, где? Я не знаю, где ты здесь должен быть? Пожарных, выбор. Кирилл! Кирилл! Вверх, вверх, вверх! Там кто-то есть! Лей! Грудень! Да не, это Кирилл. Это точно ясен перед груденьцем. Мама! Это не Кирилл. Это не он. Ну что, какие предварительные? Сложно сказать. Мог упасть на доске сам, тогда несчастный случай. А могли этой же доской ударить сзади. Понятно. Да это они вон грудня завалили. Я с ним перережу. Ты пасть закрой. А что ты меня затыкаешь, а? Он все видели, как Терехов парень на грудня полез. Вот он и посчитался потом. Да? Товарищ майор, это из птичника. Похоже на подкопожили. На экспертижу. Это правда? Что правда? Что ваш сын был в конфликте с погибшим? Да, правда. Кир, ты куда пропал? Там мама с ума сходит. Маш, я его не убивал. Я его не толкал, он сам упал. Подожди, ты куда? Ты куда в таком виде? Кирилл! Что грудень делал ночью у вас на дворе? Насколько я понял, вы его уволили. Потому что со скандалом. Да, уволил. И со скандалом. А причина уволения? Он плохо работал. Вот я его и уволил. То есть больше никаких подробностей? Нет. Ну хорошо, тогда у меня получается такая картина. Вы и ваш сын были в конфликте с погибшим. Он выпил. Ночью вернулся, чтобы поджечь птичник, а возможно и всю ферму. Кто-то из вас застукал его при поджоге и... Убил? Возможно. Нет, он мог, конечно, сам упасть. Это мы выясним. Скажите, пожалуйста, а где ваш сын? Насколько я знаю, при пожаре не пострадал. Тогда где он? Куда это вы его? А почему он в наручниках? Ты почему в наручниках? Ваш муж задержан по подозрению в убийстве. Вы не волнуйтесь, если он невиновен, он скоро вернется домой. Да вы не можете! Вы не можете! Его там даже не было. Антон, скажи им. Чего ты молчишь? Полиция, нормально. Пожалуйста, не мешайте нам делать свою работу. Кстати, если заявится ваш сын, дайте нам знать. Что? Вы не имеете права! Я его никуда не пущу. Лид, не мешай им. Пусть они сами во всем разберутся. Я скоро вернулся. Прошу. Я не понимаю, при чем здесь наши отношения. Я люблю Машу. Я хочу, чтобы она стала моей женой. А ваши разборки с ее отцом оставьте при себе. Не впутывайте нас. Чего ты в нее вцепился? Других что ли нету? Отец. Не впутывайте. Он тебя он тоже уже выгнал. Теперь это и твои дела тоже. Григорий Степанович, вы просили на поле... Сейчас. Мне такие дела не нужны. Думаешь, мне нужны? Думаешь, мне весь этот геморрой нужен? Я для кого работаю? Для дяди Пети? Я фундамент на всю твою будущую жизнь готовлю. И хочу, чтобы ты мне помогал. А ты с этими бабами не хочешь со мной работать? Не работай. Но будь рядом без вот этих вот. А если ты не прав по поводу земли? Прав я или не прав, это суд решит. Мне важно, чтобы ты мне помогал. Не могу я так. Прости. Я на минутку, у меня срочная. Ну, давай. У нас... Давай, давай. Фермера нашего Терехова арестовали. Не предыдущего убийства на ферме. А я подумал, если его посадят, наша проблемка решится сама собой. Ты погоди, не торопи события-то. Может, там что-то другое случилось? Может, он не виноват? Что это с ним? Поздний юношеский максимализм. Илья, ты действительно езжай, узнай, что там и как. И пусть Храмов его на полную катушку прессует. Понял. А если он и правда не виновен? А пусть думает, что виноват. Пусть думает, что ему срок светит. Сам приползет со своей землей к нам. Добро. Я его не толкал. Он сам. Да мы верим. Верим, Кирюш. Что с отцом делать? А что с отцом? Мама, что с отцом? Он тут вообще ни при чем. А там это кто знает. Если не виновен, то отпустят. Они там во всем разберутся. Ты куда? Ура! Стой! И... Подожди! Кирилл! Полагаю, у вас не было достаточно оснований для ареста Терехова? А я полагаю, что были основания. Несколько дней назад он совершил нападение на вашего, между прочим, отца. Это была случайность? Очень может быть. Ну, пусть пока в камере посидит. Так всем будет спокойно. Да. Товарищ майор, тут к вам поделы Терехова. На выход. Терехов, вы свободны. Почему? В деле появились новые обстоятельства. Но, если бы нам понадобится, мы вас обязательно вызовем. До свидания. А какие обстоятельства? Антон! Антон! Ты здесь? Все хорошо? Тебя отпустили? Тебя отпустили, да? Антон! Кирилл пропал. Уехал куда-то и пропал. Ты же не знаешь. Он вчера был там. Знаю. Откуда? Ты что, видел его? А? И где он? В полиции. Он сдался. Поэтому меня отпустили. Как у тебя ума хватило его отпустить? Он же человека убил. Он же не виновен. Ты что, за одну ночь в следствии провел? Григорий Степанович, вы успокойтесь. Просто вчера к нам явился его сын, который находился рядом с погибшим во время пожара. Сын? Сын Терехов? Да. Сейчас он дает показания. И сегодня же суд вынесет решение об избрании меры пресечения. Ладно, иди. И еще, Григорий Степанович, впредь. Я попрошу вас не повышать на меня голос. Чего? Я офицер. И требую к себе достойного отношения. Ты меня еще на дуэль вызови. Иди. Иди. Служак. Романов начитался. Твою ж ты как... Так. Так все поворачивается-то, а? Григорий Степанович, так даже лучше. Терехову у себя не жалко. А для сына он все что угодно сделает. Ну что делать-то? Я предлагаю сделку. Просто сделку. Терехов подписывает нам все бумаги на передачу земли. Тогда он получает сыночка обратно. Вы? Пообщаетесь со Строевой. Уговорите ее. Она закроет дело. Нужно действовать очень оперативно. Они могут разобраться. Парень может быть и не виноват. Не нравится мне все это. Дети все больше и больше втягиваются в нашу жизнь. Игорь Степанович, вот этот сыночек очень удачно сейчас нам подвернулся. Сегодня я поговорю с Тереховым. Припугну его. Я думаю, он все подпишет. Подпишет, получит сына обратно. Я позвоню. Давай. Можно ваш телефон? Благодарю. Так просто, спокойнее. Антон Дмитриевич, я слышал о вашем горе. Я сочувствую. У парня, конечно, большие проблемы. Убийство это очень серьезно. Он его не убивал. Я все прекрасно понимаю. А кто это? Не знаю. Именно поэтому я здесь. Мам, пойдем в дом. Сам расскажет. У меня к вам предложение. Так сказать, рука помощи. Ознакомьтесь. Я рад, что мы друг друга услышали. Можно? Вы прекрасно понимаете, что это не все бумаги. Нужно будет встречаться. Займет какое-то время. Через пару-тройку дней я вам позвоню. Вы приедете в город, а мы все уладим. Когда его отпустят? Ну, завтра суд примет решение о нехватке доказательств. Ну, вы уж не переживайте так. Парень-то не виноват. Все будет хорошо. Ну, счастливо. Не провожайте. Поэтому в связи с вышеизложенными обстоятельствами считаю заключение моего подзащитного необоснованным. Прошу отпустить его под подписку о невыезде. Прокурор. Екатерина Александровна, я уже все сказал. Ну, что, отпустили? Мне очень жаль. У меня ничего не получилось. Я подам жалобу, но это займет время. У них нет оснований. Музыка. 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 По-твоему я не такой, просто у тебя с твоим, этим Тереховым и у меня разные представления о силе и справедливости. Он просто дурак, а ты еще молод. Ну ты со мной через 10-15 лет согласишься, поверь. Ну что ты так смотришь? Ненавидишь меня, да? Отец оказался злодеем. Нет, я просто не понимаю тебя. Ну что ты не понимаешь? Вот что ты не понимаешь, скажи. Ты когда-нибудь кого-нибудь любил? А при чем все это? Зачем ты спрашиваешь? Ты знаешь, что такое любить? Да, я любил маму. И сейчас люблю. И тебя люблю. Андрей, подожди. Подожди, пос... Держи, подожди. Где Мойсей? Куда? Где Мойсей? Эй! Нельзя! Сказано, не пускать! Где мой сын? Верните мне сына! Андрюха вызывает снаряд. Не валяю! Да, держи его, арабский. Где мой сын? Пусти! Пусти! Где мой сын? Пусти! 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 В суд! Поехали! Пусти! Мам! Мам, может, поедем? Сейчас. Сейчас посидим немного и поедем. Тебе надо отдохнуть. Отец не отвечает? Телефон выключен. Мне написал Андрей, он сейчас приедет. Я попрошу его отвезти нас. Терехов, у вас есть какие-то требования? Товарищ Терехов, предлагаю вам освободить господина Жилова. А что так, майор? Почему он для тебя господин, а я только товарищ? Я не это имел. Короче, это не важно. Повторяю, у вас есть какие-то требования? Я готов их выслушать. Ну, чё за тихо-то? Власть тебя вон слушать готова. Проси, чё хочешь, пусть дадут. Сдавай, Терехов, не дури. Ну, куда теперь тебе бежать-то? Чё ты со своим пукалкой с двумя патронами сделаешь? Так это не для них патроны. Один для тебя, один для меня. Вот и весь разговор. Господин Терехов, предлагаю провести переговоры. Вот видел, теперь я стал господином. Я сейчас. Послушай меня, ты сейчас пойдешь к маме и скажешь, что у нас срочное дело. Что случилось? Объясню потом. Быстрей. Андрей, что происходит? Андрей! Твой отец взял заложники моего отца. Хочешь, чтобы ему вернули землю и выпустили Кирилла? Как заложники? Они у вас дома, фирма Цеплина. Так, а мама там? Маме позвонишь позже. Я думаю, я могу доказать незаконное перемежевание вашей земли. Было время, когда на ферме никто не жал? Да, когда бабушка переехала в город. Да хорошо. Заинтересованное лицо, например, ваш сосед, заказывает межевой пересмотр земли и указывает, что она принадлежит ему. А дальше дело техники. Подает документы в кадастровую палату и все. Ваша земля уже не ваша. Это сделал твой отец? Да, это сделал мой отец. Это не важно. Продолжай. Для меня это важно. Вы переехали на ферму после смерти бабушки. Был человек, который помогал ей в хозяйстве. У папы есть друг, дядя Сережа Анохин. Он помогал бабушке, когда она переехала в город и, кажется, ездил на ферму. Значит, и с документами он мог помочь. Так, где он живет? Я не знаю. Мама знает. Позвони сразу на момент. Дурак ты, Антоха. Отец твой такой же был. Заткнись. Ой, мне прям страшно стало. Ну, давай, давай, убивай, если задумал. Надо будет, убью. Угу, убью. Кишка тонка. Рэмбо. Точно в отца пошел. Вы же за справедливость, да? За правила. А правила не позволяют в человека стрелять. Поговорить хочешь? Давай поговорим. Укрой, иди сюда. Ты закон. А правила, знаешь, для таких, как я, написаны. Урода, вам все можно. Если ты закон, я не собираюсь жить по твоим правилам. Я сейчас твои мозги по стене размажу. И когда придет другая сволочь, хорошенько подумает, прежде чем чужие жизни ломать. Ты лучше о своей семье подумай. Чего снять-то будет? Теперь у меня нет семьи. Я к храму. Открывай. Хам на Тереху. Ясен перец. Либо грохнут, либо он в тюрягу катают. Ну, да каркань. Да, он совсем мужик двинулся. Да точно его грохнут, я тебе говорю. Я тебе сказал, не каркань. Чего ты стоишь? Сейчас я пойду все узнаю. Здрасте. Так, уходим. Уходим отсюда. Идите. Беженежу. Бардак. Ментами были, ментами остались. Так, Илья Николаевич. Так, все, Илья Николаевич. Что жило в доме? Что ждем? Что тянем вообще? Так, сержант. Уведи гражданина Щербакова за оцепление. Так, спокойно. Может, забыл, кто я такой? Нет, не забыл. Я помню. Но здесь главное я. Хочешь стоять здесь? Стой и молчи. А нет, все, за оцепление. Все, потом расскажешь. Сержант. Так, все. Молчу. Здесь открыто. Дядя Сережа? Дядя Сережа? Дядя Сережа? Угу. Дядя Сережа? Да. Я Маша Терехова. Вы меня помните? Помните меня? Маша? Терехова. Маша Терехова. Подожди, ты же в Москве учишься. А я вернулась. Это Андрей. Андрей Жилов. Нам нужна ваша помощь. Жилов? Жилов, мой отец. Я ведь тогда поверил твоему псу, что вы Кирюху отпустите. Сказал, что отпустим, значит, отпустим. Не сразу, потом. Что, подождать не мог? Жилов, неужели это все из-за куска земли? Она тебе так нужна, что ты готов людей давить. Ты же как мясорубка. Это моя земля. Я здесь хозяин. Я, а не ты. И первое слово здесь мое. А твое последним всегда будет. Ты правда веришь, что у жизни есть выделенная полоса для тебя? Есть. Есть. Широкая, прямая, ровная. Я буду по ней ездить до самого конца. Посмотрим. А уже смотрим. Мы. Власть. Я здесь власть. Я закон, понимаешь? Это ты там, власть. А здесь вот она, власть. И она у меня в руках. Чувствуешь? Жалко мне тебя, Жилов, пустой ты. Нет у тебя, кроме злобы, ничего. Ну, ты в мою душу не лезь. Да откуда она у тебя? Хорошо, хоть твой сын на тебя не похож. Ой. Сергей, у нас вопрос. Жалуйтесь. Правильный ответ на который спасет жизни моему отцу и Машиному. Дядя Сережа, вспомните, пожалуйста, вы же помогали бабушке, когда она перебралась с фермы в город. Помогал? Да что я там помогал? Так по мелочи. Документы на наследство и землю. Случайно не у вас хранились? У меня, но я плохо помню. Если они были у вас, вспомните, к вам кто-нибудь обращался по поводу перемежевания земли, переоформления документов. Так, я чё-то не догоняю, молодые люди. Вы зачем сюда пришли, а? Я же вам сказал, мы можем спасти людям жизни. Владелец фермы Антон Терехов, который совсем недавно обвинялся в убийстве работника своей фермы, захватил заложники замглавой местной администрации Жилова. Духа. Вы можете их спасти. Я вас умоляю, там мой папа. Они его убьют. Был один слезняк в администрации, Щербаков и фамилия. Это он тогда уговорил меня переоформить документы на другого владельца, да. Но это же наша земля. Ваша, ваша. Но ферма тогда загибалась, и я не думал, что Антон захочет вернуться. Они предложили такие деньги. А потом все стало тихо, и все забыли, и я забыл. А документы на землю вы передали Щербакова? Нет, зачем ему они? У него копии, а оригиналы так остались у меня. Сейчас я их принесу, сейчас. О, наконец-то. Щербаков Илья Николаевич. Что у вас тут? Володя, в департамент строительства. Заложник. Как вы с ним общаетесь? Хотя можно попробовать возводить на телефон Жилова. Наконец-то. Хорошая идея. Ага. А, сейчас, момент. Пожалуйста. Все, смотришь. Отвечай. Тебя не спросил. Да. Я уже все сказал. Пока не будут выполнены мои требования, мы останемся здесь. Начнете штурмовать. Считайте, у вашего мэра больше нет заместителя. Зря ты этот Терехов затеял. Сам же, наверное, понимаешь. Давай договоримся по-хорошему. По-хорошему я с тобой уже пробовал договориться. Ну, еще раз попробуй. И потом, как ты меня убивать-то будешь? У нас теперь много общего. Дети вон пожениться собрались. В общем, у нас с тобой будет только кладбище. Майор, мы готовы. Я надеюсь, вы понимаете оба, что там не просто обычный человек. Не какой-то алкаш с улицы. А заместитель мэра. Боец, убери его за ограждение. Будет дергаться в автозак. Убери руки. Слышь, герой, вы знаете, кто я такой вообще? Слушай, кто это? Андрей Жилов? По моей команде. Подожди. У меня приказ. Я говорю, подожди пять минут. Антон, это Храмов. Я уже все сказал. Вы мои требования знаете. Мне терять нечего. Все, время вышло. Стойте. Пропустите! Да я так убираю. Это меня Жилов. Нас не пускают. Папа! Возьми. Алло. Да. Пропускаем. Стоять. Папа! Стоять! Я его дочь. Дайте. Папа! Это я! Папа, не надо быть приятным! Маша, уходи немедленно! Нельзя! У меня важный документ. Вы должны на него посмотреть. Ждем. Папа! Пожалуйста, выслушай его! Антоха, это я, Серега Анохин. Слышь, поговори с парнем, он дело говорит. Слышь. Черт с тобой. Только без глупости у меня ружье. Давай, парень. Не бойся, он не стрельнет. Давай. Заходи. Опусти оружие! Тебя забыл спросить. Андрей, ты с ума сошел? Зачем ты здесь? Тихо, спокойно. У меня только бумага. Только бумага. Стой, где стоишь, пацан. Стою. Возьмите. Ты как себя чувствуешь? Блестяще. Ты зачем здесь? Эта бумага доказывает полное право Тереховых на землю. Любой суд встанет на их сторону. Перемежевание земли было незаконным. Все. Это конец. Вам больше нечего делить. Стойте, стойте. Стойте. Андрей, ты с ума сошел? Ты против кого? Ты меня вырастил, воспитал. Я тебе благодарен, но я не могу так. А против меня можешь? Ты не понимаешь. Тебе придется отступить. Отступиться? Вот из-за этого? Черт возьми. Вы вдвоем чуть не погибли из-за этих бумаг. Так. Хватит. Все. Хватит. Жилов. Сыну спасибо скажи. Пошел бы он. А теперь про Кирилла. Что с ним? Через несколько дней он будет у вас дома. Я это обещаю. В суде против него нет улик. Его обязаны отпустить. И я прослежу. Сейчас вас арестуют. Эта история не может закончиться просто так. Я буду вас защищать. Будьте готовы к тому, что вы проведете какое-то время под арестом. Возможно месяц. Надеюсь, меньше. Гарантировать ничего не могу. Я готов. Хорошо. Теперь оружие. Сейчас спокойно выходим. Я пойду первым. Стой. Ты не такой, как твои отец. Спасибо. Спокойно. 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 Родина. Хорошо. Стой, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Сца. ero 1 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok